Друзья, добрый день! С вами Александр Назаров и новый выпуск обзора новостей на рынке недвижимости Новосибирска, России и мира. Самая важная новость прошедшей недели то, что Новосибирский рынок недвижимости перевалил за планку в 700 тысяч рублей за квадратный метр. Речь идет о жилой недвижимости Новосибирска. Если вам эта сумма ничего не говорит, я вам, наверное, добавлю, прокомментирую то, что если вы сейчас зайдете в интернет-порталы по недвижимости, где размещено большое количество объявлений, перелопатите все сайты застройщиков о продаже новой недвижимости, то, наверное, самую высокую цену за квадратный метр вы найдете в 500 тысяч рублей за квадратный метр. И то это будут буквально два или три предложения в одном проекте. Следующая цена совершенно далеко уже и ниже, где-нибудь там в районе 380-400 тысяч за квадратный метр. На рынке жилой недвижимости самая высокая цена за квадратный метр. 598, по-моему, тысяч за квартиру в жилом комплексе Милхаус. Я сегодня буквально специально полез посмотрел. Всего лишь одна квартира. То предложение, которое мы вывели на рынок на этой неделе, 67 миллионов рублей за квартиру в 93,6 квадратных метров. Я пост об этом опубликовал себя в телеграм-канале. Он, в принципе, распространился уже и в средства массовой информации. Чтобы не перевирать какие-то акценты, я буквально зачитаю, потому что, на мой взгляд, это такое, ну, не пахальное событие в Новосибирске, но каждый такой ценовой рекорд, он толкает рынок вверх. И он показывает, что Новосибирск подтягивается к московским ценам, хотя в Москве за квартиру подобного плана в центре Новосибирска, в правильном доме, в правильном месте, но точно цена квадратного метра была бы в районе, наверное, 2,5-3 миллионов. Давайте посмотрим. Штучное предложение для пары или для одного, для постоянного проживания или для комфортной приватной жизни во время визитов в Новосибирск, для ценителей роскоши, для тех, кто понимает, чувствует качество и знает толк в люксовых брендах. Элегантный пентхаус с выходом на террасу в центре Новосибирска для взыскательного покупателя. Сегодня Новосибирск перешагнул планку в 700 тысяч рублей за квадратный метр. Квартира делалась под себя, но в ней практически никто не жил. На протяжении всего времени она поддерживалась в идеальном состоянии. Резиденция площадью 96 квадратных метров – это прекрасный пример того, как стиль и эстетика могут создать совершенное жилище для истинных ценителей. Каждая деталь – от мебели до освещения, пронизанная эстетикой и высоким вкусом. Над оформлением интерьера работали ведущие итальянские архитекторы. Если вас интересуют подробности, по ссылке в описании переходите в мой пост в канале Назаров Лайф. Там такое количество самых высоких брендов, все материалы, которые использовались в этой квартире, вся техника, вся мебель, абсолютно самые верхние бренды. Такого уже, скорее всего, в ближайшее время никто сделать не сможет, потому что, ну, вы сами понимаете, ограничения с доставкой материалов, с доставкой мебели, очень серьезные обходные пути, чего-то вообще даже в принципе уже не существует. И в квартиру сейчас по памяти собственник вложил полностью в отделку ремонта мебель порядка 500-600 тысяч евро. Если сегодня попытаться повторить данный подвиг, то сумма будет, скорее всего, в 2-3 раза выше. Поэтому переходите по ссылке, если вас интересует подробная информация. Смотрите, читайте, изучайте и покупайте. Топ архитектурных уродов назвал эксперт Новосибирске. Новосибирск – третий по численности населения город-миллионик России. Сибирская столица привлекает внимание своей историей, культурой и архитектурой. Член Союза архитекторов России Игорь Поповский критикует некоторое здание в Новосибирске. На самом деле вопрос спорный. Я буквально недавно брал интервью одного из архитекторов Сергея Черкова, и мы с ним тоже пытались обсуждать, вот как же понять, это здание, это ценность, это круто, классно или это вообще никому не нужно. Потому что я, например, постоянно сталкиваюсь, что об одном и том же объекте, об одном и том же здании абсолютно полярное мнение имеют люди, даже близкие люди, а не то, что говоря, не знаю, мы захотим выслушать мнение всего Новосибирска. И как понять, кто прав, кто не прав? И вот, кстати говоря, я, наверное, оставлю ссылочку на это интервью. Там мы разбирали долго такой вот этот вопрос. Если вам интересно, тоже посмотрите. У меня нет ответа. И мы в интервью тоже по факту не получили, ну, я не получил такого стопроцентного ответа на вопрос, вот это здание, это красиво или некрасиво. Поэтому будем считать, что член Союза архитекторов России Игорь Поповский в своей критике, ну, недаром слово, слово уродов в кавычке обличено, что он, ну, как бы намекает, что без этих зданий Новосибирск был бы лучше. Но на самом деле в некоторых вопросах я с ним не согласен. Вот уже всего два человека, и мы уже имеем полярное мнение. Первый дом, это дом Бэтмен на улице Коммунистической 50, выглядит неаккуратно и неуместно. Да, он выбивается абсолютно из всего, но теперь представьте на секундочку, или на минуточку, что этого дома в Новосибирске нет. И пропала уникальность. Пропала-то картинка и узнаваемость Новосибирска, потому что по факту, если в любой точке планеты показываешь картинку Новосибирска с высоты, и там стоит дом Бэтмен, то новосибирцы и, возможно, те, кто часто в Новосибирск прилетает, сразу узнают город. Нет этого дома, и остаются одни вопросы. Будет хуже Новосибирску от этого, или лучше. Сити-центр, речь идет про бизнес-центр на площади Ленина, не выглядит завершенным и целостным. Частично, наверное, я согласен с Пигарем, но в целом это такое монументальное здание, и оно интересное, поскольку из разных таких концепций и форматов состоит. Я могу только добавить, что это был один из таких серьезных долгостроев в свое время. Он несколько лет стоял, и он устал, он и отстал от трендами. И когда нашлись ресурсы и силы этот проект достроить, и в городе появился бизнес-центр, сити-центр, то, конечно же, хоть он был в центре, хоть он был вот такой новый весь, с напичком там тоже всем, но он уже оказался такой от современных трендов отстал. И с технической начинкой, и с планировочными решениями, и с жалобой по вентиляции вечной, даже сразу, когда он был построен на лифте и так далее. Я вот больше за внутреннюю какую-то вот такую начинку переживаю, чем за внешний вид. Да, можно было бы его сделать лучше, но в целом, на мой взгляд, он не портит вид Новосибирска. Может быть, дополняет и создает какой-то деловой центр, чего так не хватает в городе. Здание номер 95 на улице Большевистка имеет отвратительный дизайн. Ну, это такой дом Гауди, какой-то вообще неправильный, и он даже сделан визуально, ну, так, чтобы, типа, на отстань. Вот тут я полностью согласен, там нет никакой архитектурной ценности. Ну, да, это тоже смело взять и так вот слепить, но вот он не завершен. Или его можно было бы сделать круче гораздо. И, на мой взгляд, конечно, вот нет этого здания. Новосибирска будет, наверное, лучше. Сибирская золотая корона на улице Кирова отделана сайдингом, что выглядит неуместно. Ну, да, наверное, какая-то неуместность есть, или вот такая простота. Да, решили с минимальным бюджетом выйти из положения, превратить здание в более человеческое. Но, да, вот, наверное, тут я тоже соглашусь, что именно вот такая формулировка выглядит неуместно. Поповский подчеркивает важность архитектурного единства и гармонии в городской среде. Ну, что ж, Новосибирск на самом деле очень активно развивается, очень много проектов в городе появляется. Ну, наверное, вы точно замечаете, что каждый новый проект лучше предыдущего, интереснее, интереснее. Застройщики все больше и больше внимания уделяют внешней составляющей, благоустройству. И тот, кто в Новосибирске не был 5-10 лет, не дай бог, 20, он будет приятно удивлен и поражен над тем, что происходит сегодня в городе. Эти люди просто не любят наш город. Мэрия потребовала снести шарик возле глобуса. Чем властям мешает здание с открыток? Ну, вот еще одна история. И несмотря на то, что по закону логика говорит, да, конечно, здание нужно снести, но это настолько уже этот объект вписался за, по-моему, 18 лет существования в Новосибирск, что представить Новосибирск без шарика, ну, тоже невозможно. Потому что он тоже на всех открытках, на всех видах, на всех фотографиях, и Новосибирск потеряет лицо. Давайте посмотрим, что в этой новости еще есть. Мэрия Новосибирска подала иск к владельцам здания шарика возле театра «Глобус» о сносе. Здание было построено в 2006 году и стало визитной карточкой новосибирской компании «Вита-К». Земельный участок был предназначен для нестационарного объекта, но здание имеет признаки капитального строительства. Решение о сносе было принято комиссией еще 1 марта 2024 года. Здание шарика привлекло не только взгляды, но и бизнес, желающий разместиться в этой необычной постройке. По мнению директора Сибирского центра содействия архитектуре Татьяны Иваненко, шарик представляет огромную ценность для архитектуры Новосибирска. Я с ней абсолютно согласен и солидарен. И опять же, я в своем телеграм-канале Назаров Лайф провел опрос тоже у подписчиков, что они думают за то, чтобы шарик оставили, за то, чтобы его снесли. И с серьезнейшим отрывом голоса, конечно, вырвались вперед те, которые за то, чтобы шарик оставить. Спорный вопрос. Скорее всего, конечно, мы видим, что шарик в ближайшее время снесут. И это, на мой взгляд, будет очередная такая маленькая трагедия для архитектуры Новосибирска. Расцветай решил построить 38 тысяч квадратов жилья вместо ЦУМа. Компания подписала договор ОКРТ. Продолжаем комментировать и развивать тему строительства на месте ЦУМа. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на сегодняшнем этапе. Застройщик Расцветай планирует построить жилье на месте ЦУМа в Новосибирске после публичных слушаний. Компания должна достроить здание лицея номер 22 «Надежда Сибири» и обустроить сквер на территории. ОО «ЭЛАДА» входит в группу компании «Расцветай» и планирует построить жилой дом площадью 38,9 тысяч квадратных метров. И здание делового управления площадью 16,1 тысяч квадратных метров. Общая площадь ЦУМа сейчас составляет 13,3 тысячи квадратных метров, а площадь участка – 1,3 гектара. Застройщик предлагает выполнить реконструкцию недостроенного комплекса здания лицея номер 22 с созданием 185 мест и помещениями для занятия спортом. Объем вложений в реконструкцию составляет порядка 300 миллионов рублей. Застройщик также готов благоустроить территорию возле лицея и обустроить сквер. Ну, что я могу сказать? Я, естественно, за то, чтобы город развивался. Объективно ЦУМ настолько морально устарел, что иметь такой объект в центре города – это преступление. Понятно, что нужно с этим что-то делать. Те проекты, которые были у собственников, которые, к сожалению, не были реализованы, их мы уже не увидим. Поэтому то, что Расцветае планирует сделать, я не видел проекта, только по описанию я примерно предполагаю, что там может быть. И, скорее всего, это, возможно, лучшее решение на сегодняшний момент. И если городу удастся за это еще получить дополнительные какие-то бонусы, вот в виде завершения реконструкции здания у школы, помещения для занятия спортом, плюс местные жители, которые граничат с этим участком. Насколько я понимаю, застройщик с ними или договаривается, или уже договорился об улучшении фасада дома, благоустройства, подъездов, окошек, я не знаю. То есть, соседям тоже будет какая-то выгода от этого. Понятно, что будет переживание, что вырастет свечка, перекроет виды на город, на перекресток шумный. Но я очень надеюсь, конечно, что Расцветай как-то очень гармонично попробует вписать расположение зданий и поработает хорошо с высотностью, с архитектурой. И в этом месте появится достойный проект. Давайте будем наблюдать, что из этого выйдет в дальнейшем. Лучшая цена здания новосибирского завода «Леотех» продали на торгах за 1,7 млрд. рублей. Начальная цена составляла 758,9 млн. рублей. Победителем торгов стала новосибирская ООО «Октябрьская». Торги проходили в рамках конкурсного производства ООО «Энергорешение». В состав флота также вошли здания КПП, два земельных участка, ограждения и другое. Всего в списке более 40 пунктов. Новосибирский завод литийно-ионных аккумуляторов «Энергорешения» ранее именовался «Леотех». Завод «Леотех» был создан в 2010 году как совместное предприятие «Роснано» и китайской компании. В 2016 году ООО «Энергетические решения» призвано банкротом и было введено конкурсное производство. Мы на самом деле также имеем непосредственное отношение к этому объекту. Предыдущую продажу сопровождала и осуществляла наша компания. Надо сказать, что сегодняшняя сумма сделки на этих торгах серьезнейшим образом превышает предыдущую цену продажи. К сожалению, не могу озвучивать, но прошло достаточно время и рынок рванул вперед. Плюс мы имеем непосредственное отношение к содействию в оценке данного завода. И на торги также от нас участвовало 2 или 3 претендента. Но, к сожалению, никто из наших клиентов не выиграл битву. Наша оценка была, что все-таки цена дойдет до 2 миллиардов. Чуть-чуть мы промахнулись. 1,7. Ну что ж, это тоже примерно рядышком. Вот такая интересная сделка на рынке индустриальной недвижимости. Чешую для купола Новосибирского оперного театра отреставрировали. Новосибирский театр оперы и балета уже 2 года без декоративной чешуи на куполе. Покрытие сняли и отправили на реставрацию. Кстати говоря, многие из вас могли даже и не заметить, что это произошло. Я сам только буквально недавно обратил внимание. И специально даже пошел и начал смотреть, как же так, как и не заметил. Это на самом деле не заметил. И какие-то новостные сюжеты на эту тему на мои глаза почему-то не попадали. А тут ее уже, оказывается, отреставрировали. Покрытие сняли и отправили на реставрацию. В государственной инспекции сообщили, что покрытие полностью отреставрировано и готово к монтажу. Установка элементов начнется после получения разрешения от Министерства культуры РФ. Точных сроков возвращения чешуек на место не называют. Покрытие сняли с оперного в 2022 году. Диаметр купола 60 метров, высота 35 метров. Конструкцию держит круговая балка, опирающаяся на колонны. В 1990-х годах купол был покрыт новыми серебристыми лепестками. Новосибирцы потратили на ювелирные украшения почти 3 миллиарда рублей. Рынок ювелирной родницы в Новосибирске вырос на 21% в первом полугодии 2024 года. Новосибирская область заняла второе место среди субъектов Сибири по объему рынка. Средний чек на ювелирные украшения в Новосибирской области вырос на 29% и составил более 7 тысяч рублей. Средний чек на ювелирные изделия в России составил 8,5 тысяч рублей. В Екатеринбурге продали самое дорогое колье с бриллиантами. Сколько оно стоит? Самым дорогим ювелирным изделием в Екатеринбурге стало колье из белого золота с бриллиантами за 1,06 миллиона рублей. Общая сумма расходов на дорогие ювелирные украшения в 2024 году превысили уровень 2023 года в два раза. Второе место занял браслет из белого золота с бриллиантами стоимостью 584,5 тысяч рублей. Еще один браслет стоил 402,9 тысяч рублей. Кольцо из белого золота с бриллиантами было продано за 340,9 тысяч рублей. Но это уже какие-то совсем небольшие деньги, я бы сказал. Особой популярностью среди изделий в Екатеринбурге пользуются браслеты. В 2023 году самым дорогим ювелирным изделием было кольцо из белого золота с бриллиантами, которое стоило в 3 раза дешевле колье, купленного в 2024 году. Вот такие ювелирные новости. В Новосибирской области производство духов достигло рекорда. Я когда прочитал заголовок, был просто поражен в самое сердце, что оказывается на Сибирске есть производство духов. Мне стало интересно, я пошел читать, вопросов у меня стало еще больше. В Новосибирской области производство духов достигло рекорда в 213 тысяч флаконов за первое полугодие 2024 года. Это в 3,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и является рекордным показателем за последние три года. Парфюмерная вода составила 74% от общего объема производства парфюма в регионе, увеличившись на 157 тысяч флаконов. Духи занимают 11% от общего объема производства, увеличившись на 25%. Рост производства обусловлен активностью производителей, занимающих освободившие ниши и наращивающих объемы производства. В России объем производства парфюмерной продукции достиг рекордного минимума с 2021 года. Что происходит? Где у нас делают духи? Неужели ужас представить где-то в области в гаражах? Ну, я сейчас задался целью даже и себе обязательно поставлю в план. Я найду производство духов в Новосибирске, познакомлюсь с производителями и попытаюсь прорваться на производство. Наверняка это мега красивые здания, внутри все белое, пушистое, вкусно все пахнет, все люди в чепчиках, халатиках, бахилах, и там чистота просто потрясающая. Хочется так верить, потому что в противном случае, кто все эти 213 тысяч флаконов духов в первом полугодии 2024 года потребил, и что там было внутри. Количество и объем выданной в Новосибирске ипотеки упали за месяц почти в три раза. Количество ипотечных кредитов в Новосибирской области сократилось в июле почти в три раза. Объем кредитования сократился в три с половиной раза. Средний чек ипотечного кредита упал на 700 тысяч рублей. Средний срок кредита сократился с 299 до 263 месяцев. Спад кредитования в ипотеке наблюдается во всех регионах Сибири, подтверждаю. Средний размер кредита уменьшился на 20%. Средний срок ипотечного кредитования стал короче на 39 месяцев. Продажи квартир в новостройках Новосибирска в июле упали на 40-45% в зависимости от компании. Падение продаж связано с высокой базой июня, когда многие покупатели стремились успеть под действие льготной ипотеки. Ну вот да, прошел у нас июль, и июльские показатели уже говорят о том, что и даже уже август скоро закончится, что падение неминуемое. Правда, до сих пор эксперты говорят, что не будет зверского падения, не будет такого летящего тренда вниз. Но, собственно говоря, прошло только полтора месяца после отмены льготной ипотеки. Еще рано вообще хоть о чем рассуждать. Но самое главное, не делать никаких резких телодвижений, если вы собрались покупать квартиру, не дай бог, покупать квартиру для инвестиций. Сейчас с этим нужно очень аккуратно работать, очень аккуратно все взвешивать. Десять раз, я бы даже сказал, если не двадцать. Дешевле ипотеки в три раза. Спрос и цены на аренду жилья взлетели в Новосибирске. Почему лихарадит рынок? Спрос на долгосрочную аренду жилья в Новосибирске вырос на 16% за последний месяц. Аналитики прогнозируют рост цен на съемное жилье на 5-10% к концу 2024 года. Повышение ставок по ипотеке и сворачивание льготных программ кредитования является причинами роста цен. Стоимость аренды квартир продолжает расти во всех крупных городах России. В Новосибирске цены на аренду выросли на 37% за последний год. Эксперты рекомендуют не спешить с покупкой жилья из-за роста цен на аренду и ипотеку. И я думаю, что это только начало. Потому что новосибирский рынок аренды не самый организованный. У нас тоже по некоторым сегментам очень мало предложения. Вообще в Новосибирске очень мало качественного предложения. А если тренд на переезд в Новосибирск крупных компаний, госкорпораций пойдет и на самом деле будет разворачиваться, то рынок аренды может прям рухнуть. Потому что в Новосибирске обвалится спрос изысканной публики, людей, которые зарабатывают серьезные деньги. Они захотят купить под вопросом. Возможно, кому-то даже корпорация будет покупать. Но в целом, скорее всего, я предполагаю, все-таки будут речь идти о качественном арендном жилье. И вот таких предложений на рынке страшный дефицит. И их практически нет. Что мы будем предлагать нашим московским гостям, варягам, вообще непонятно. Это такой намек застройщикам и тем, кто специализируется на флиппинге или на покупке недвижимости, делании там ремонта, обстановки и сдачи в аренду именно в дорогом сегменте. Обратите внимание на эту нишу. В Новосибирской области более 70% ипотечных кредитов на ИЖС выданы на строительство домов. В Новосибирской области выдано 4041 ипотечных жилищных кредитов на ИЖС в первом полугодии 2024 года. Это составляет 22% от общего количества выданных ипотек в регионе. Загородное жилье пока уступает городскому по объемам кредитования, но рост до трети всех выдач впечатляет. 72% всех ипотек на ИЖС выдано на строительство домов. Минсельхоз РФ предложил уточнить понятие сельской территории и исключить из них некоторые населенные пункты. Да, есть такое желание у Минсельхоза и это тоже вдарит по сельской ипотеке. Это может ограничить применение программы для строительства домов в коттеджных поселках. В Новосибирской области выявлено 177 земельных участков для ИЖС и 242 для многоквартирных домов. Новосибирская область находится на 18 месте в России по объемам строительства ИЖС. Эксперты предупредили о подорожании деревянных материалов для ИЖС к осени. Стоимость готовых домокомплектов и пиломатериалов в ИЖС может вырасти на 10% осенью 2024 года. Оптовые цены на пиломатериалы и сосны выросли на 3% за июль 2024 года. Цены на пиломатериалы и домокомплекты продолжают расти из-за подорожания комплектующих. Большинство компаний-производителей испытывают нехватку квалифицированных рабочих, что также влияет на стоимость домокомплектов. Розничная цена деревянного комплекта для строительства дома начинается от 1,2 до 1,5 млн. рублей за 50 кв.м. И от 3,2 до 3,5 млн. рублей за 100 кв.м. Обрезная доска естественной влажности с доставкой по Московской области стоит около 23,5 тыс. рублей за куб. Ну вот да, обычно к осени материалы дешевели, а сейчас такого не происходит. Наоборот, происходит рост. И есть такое ощущение, что это только начало. Потому что спрос на загородную недвижимость очень сильно набирает обороты. В России резко снизился спрос на строительство домов в ипотеку. Спрос на строительство частных домов в России снизился на 24% из-за новых требований по семейной ипотеке. Дефицит подрядных организаций, готовых строить по новым правилам, является причиной снижения спроса. Рынок малоэтажного строительства занят небольшими застройщиками, создающими основной объем предложения. Спрос на основные материалы для строительства – керамзитоблок и керамический кирпич – стабилен из-за ипотечных кредитов. Малые застройщики не готовы к переходу на новые правила кредитования и испытывают проблемы с поиском подрядчиков. Снижение спроса может привести к сокращению объема ввода индивидуального жилья в будущем году. Некоторые малые застройщики продолжат строительство за счет собственных средств и продажу готовых домов по рыночным ставкам. Тендер на ремонт трассы на Казахстан на 1,3 млрд. рублей объявили в Новосибирске. Ура! В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции трассы Новосибирск-Кочки-Павлодар. По-моему, два года назад мы, когда ехали из Павлодара в Новосибирск, именно по этой трассе, я не смог удержаться и записал в виде этой ужасной дороги, которая набрала у меня за это время достаточно большое количество просмотров. Были и хейтеры, которые говорили, что нет такой дороги. Или говорили, что я там похвалил дороги в Казахстане. И находились те, кто говорил, да ты не видел дороги в Казахстане. Но я так говорил, именно о конкретном участке, ну просто невероятно. Мы выезжаем в Новосибирскую область и, нате, получите. Невозможно, невозможно просто было ездить. Ну, если закончен этот ремонт когда-нибудь, это будет просто песня. Победитель тендера должен будет отремонтировать 3,2 километра дороги. Что-то какой-то маленький кусочек. Потому что, ну, был большой кусок дороги, по которой мы скакали. Из-за роста транспортного потока на участке нужно будет выполнить работы по защите жилой территории от шума. Подрядчик должен будет установить шумозащитные экраны. Итоги торгов в ТуАД планируют подвести в сентябре. Старт и цена контракта составляет 1,3 миллиарда рублей. Завершение работы месяца на октябрь. Вот догадайтесь, до какого года? 28-го года, сейчас 24-й год. Уже то, что положат на эту дорогу, к 28-му году, его опять нужно будет ремонтировать. Ну, почему у нас так долго все делается? Почему нельзя? Ладно, следующая новость. Московский инвестор построит в Омске центр серфинга. В Омске может появиться новый центр серфинга за полмиллиарда рублей. Московский инвестор готов вложиться в реализацию проекта. Центр серфинга будет способен принять до 70 тысяч человек ежегодно. Инвестиции в проект оцениваются в 450 миллионов рублей. Центр серфинга должен принести городу свыше 50 новых рабочих мест. Губернатор поручил инвестиционному комитету сопровождать данный проект. Ну что ж, это хорошая новость. Побольше бы вот таких проектов, потому что все, что связано со спортом, отдыхом, досугом, развлечениями всевозможными, должно плодиться нескончаемо, потому что очень большой дефицит. А объективно, часто ты думаешь, чем бы заняться, куда бы пойти. И вот такие вещи, конечно, я только за. В этом году в России откроется рекордное количество фудхоллов. В России до конца 2024 года появится 38 новых фудхоллов. Это самый высокий показатель за всю историю рынка. В 2023 году открылось 25 фудхоллов. В 2022 – 32. В 2021 – 17. В 2020 – 15. Чувствуете по экспоненте? Эксперты ожидают, что в 2024 году на рынок выйдет 37 фудхолов. Это на 61% больше, чем в 2022 году. За первые 7 месяцев 2024 года уже запустили 20 гастромаркетов общей площадью 21 тысяча квадратных метров. Гастромаркеты активнее развиваются в регионах, где появилось 11 фудмолов. В Москве и Санкт-Петербурге открылось только 6 и 3 фудмола соответственно. В России работает 137 гастромаркетов общей площадью 370 тысяч квадратных метров. Половина из них сосредоточена в московском регионе. Это, конечно, все очень хорошо. И всего этого нам очень не хватало. И те проекты, которые уже в процессе реализации, они дополнят еще новосибирский рынок общепитов. Но вот если будет больше всевозможных проектов про серфинг, про спорт, это точно будет лучше. Потому что сколько можно уже есть. Уже любое мероприятие, любое какое-то событие. Ну, пойдем, поедем. То есть более сложные конструкции уже в голову не приходят, которые связаны с природой, с какими-то досуговыми мероприятиями. А поесть. А пойдемте, пойдем потанцуем, послушаем музыку. Траты туристов на гостиницы выросли. Средний чек на гостиницы, отели и дома отдыха в России вырос на 41% в июле. Число покупок в этой сфере увеличилось на 40%. Средний чек на услуги туристических агентств вырос на 56% в годовом выражении. Число покупок снизилось на 11%. Развитие сайтов для бронирования гостиниц и совершенствование способов оплаты облегчает организацию отдыха для россиян. Турагентствам становится сложнее завлекать клиентов на зарубежные туры из-за высоких цен и конкуренции с онлайн-инфраструктурой. Если честно, я уже вообще забыл, когда я обращался в турагентство и зачем-то. И, кстати говоря, интересно, можете, ребята, написать в комментариях, когда вы последний раз обращались в турагентство или как часто вы обращаетесь. Куда вы брали путевки, туры, какие города или страны. И почему вы, кстати говоря, обращаетесь в турагентство, а не сами составляете маршруты. Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Кавказские минеральные воды и Дагестан являются популярными направлениями для отдыха в России. Количество посетителей городов Золотого кольца выросло на 22%, а серебряного ожерелья на 20%. О, какая прекрасная новость! Из Новосибирска запустят прямые рейсы в Грузию. Когда их ждать? Из Новосибирска запустят прямые рейсы в Тбилиси с 28 сентября этого года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Стоимость билетов пока не раскрывается. Ранее прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси и Батуми были отменены в 2019 году. Рейсы, кстати говоря, будет выполнять грузинская авиакомпания. И это просто прекрасная новость. Я уже догадываюсь, куда мы полетим осенью. Названы топ-10 стран, популярных у россиян для покупки жилья в 2024 году. Таиланд, Грузия и Арабские Эмираты стали самыми популярными странами для покупки жилья среди россиян. Спрос на покупку жилья за рубежом снизился на 3,4% относительно 2023 года и на 23,8% относительно 2022 года. Таиланд стал самой популярной страной среди российских покупателей недвижимости за рубежом. 14% спроса. Грузия заняла второе место с 12,3% заявок на покупку недвижимости. Арабские Эмираты замыкают тройку лидеров с 7,8% заявок. Греция заняла четвертое место с 7,1% заявок. Франция, Турция и Испания также вошли в топ-5 популярных стран для покупки недвижимости среди россиян. Очень интересно, топ-5 состоит из шести стран. Но, возможно, кстати, какие-то страны на одном месте находятся. Турция, да, мы видим, пропала. Нет, не пропала, она находится на последнем месте в топ-5. Просела, Арабские Эмираты просели. Ну и вообще, как мы тоже комментировали, ситуация на рынке зарубежной недвижимости. Меняется, меняется ситуация. Меньше тех, кто хочет купить какой-то домик у моря или квартирку у моря, чтобы летать туда в отпуск. А больше профессиональных все-таки инвесторов, кто уже тотальнейшим образом изучает рынки, живет на две страны или вообще переместился уже в страну инвестирования. Идут кооперации инвесторов, чтобы выходить на более крупный чек. Многие интересуются строительством, собственным строительством каких-то проектов. То есть, рынок перемещается уже в сторону таких профессиональных игроков. Швеция хочет упростить получение финансовой поддержки на обратную миграцию. Правительство Швеции рассматривает возможность упрощения получения финансовой поддержки для желающих вернуться в свои родные страны. Финансовая поддержка существует в Швеции с 1984 года и составляет 10 тысяч крон на человека и максимально 40 тысяч крон на семью. Поддержка не является приоритетным вопросом и малоизвестна. Она почему не является приоритетным таким? На самом деле 10 тысяч крон это не так-то и много. Это порядка, по-моему, где-то 800 или 900 евро. То есть, по факту замотивировать людей вернуться в страну. Им за это заплатят даже тысячу евро. Ну, так себе какая-то мотивация. Если бы хотя бы 10 тысяч евро или 100 тысяч евро. Вот, 100 тысяч евро. Но неплохая мотивация, чтобы вернуться в свою страну. Это позволит, во-первых, какое-то время продержаться на плаву. Во-вторых, возможно, даже решить вопрос с какой-то мере жильем. Понятно, что на 100 тысяч евро нигде ничего не купишь. Но, тем не менее, можно арендовать, можно сделать какой-то взнос. Плюс у людей, возможно, есть какие-то деньги, накопления или продажи недвижимости там, где они живут. Поэтому, собственно говоря, программа не очень пользуется спросом. Министр по делам миграции предлагает упростить процедуру получения финансовой поддержки на добровольную обратную миграцию. Еще не всех берут. То есть, по факту вы не должны быть преступником. Вы не должны иметь долгов, каких-то преследований. Вы должны иметь паспорт. Швеция. Ну, то есть, как бы еще не всех берут. В документе содержится предложение об отмене существующей процедуры оценки необходимости финансовой поддержки и распространения ее на уже получивших шведское гражданство и лиц, приехавших в Швецию в рамках воссоединения семьи. В октябре 2023 года правительство назначило комиссию для изучения вопроса добровольной репатриации выходцев из других стран и форм ее стимулирования. В 2023 году 69 и 70 мигрантов, подавших заявки на получение грантов на возвращение, получили отказ из-за несоответствия к критериям. Ну, вот это критерия, про которую я вам говорил. Ну, в принципе, интересная идея. Я вот не знаю, есть ли в России такая, собственно говоря, поддержка на обратную миграцию. Я думаю, что если она будет грамотно проработана и суммы будут приличные, то какой-то процент людей с удовольствием вернется в Россию и получит эти деньги и продолжит уже жить и работать и развивать свой бизнес или, собственно говоря, какие-то проекты в России. Ведущие мировые бренды сокращают заказы на пошив одежды в Бангладеш. Ведущие мировые компании сокращают заказы на пошив одежды и обуви в Бангладеш после протестов. Жертвами протестов стали почти 500 человек. Некоторые крупные бренды перенесли заказы на конкурентов Юго-Восточной Азии. Это нарушило глобальные цепочки поставок и поставило под угрозу отрасль Бангладеш. В 2023 году Бангладеш экспортировала одежду на 47 миллиардов долларов. 40% заказов перенаправлены в Камбоджу и Индонезию. Недавние события подорвали доверие мировых брендов к Бангладешу. Массовые протесты привели к задержке поставки одежды и обуви для Европы и Северной Америки. Вот на этой печальной для Бангладеша новости и для брендов, которые делали заказы, размещали в этой стране, мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Спасибо, что досмотрели до конца, спасибо, что были со мной. Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписались. Не забывайте, что данное видео размещено на моих площадках и в Яндекс.Зен, ВК-видео и Ютуб. Транслируется везде. Пользуйтесь той площадкой, которой вам гораздо удобнее. Все ссылки будут в описании. Всего вам самого доброго, счастья и с наступающей осенью. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok